Друзья, всем доброго утра и хорошего аппетита! Сегодня по традиции встречаемся в LG Studio и продолжаем готовить вкусные, полезные, легкие летние рецепты. Самое главное, пусть ваше лето будет теплым, добрым, солнечным. И несмотря на то, что не у всех получится этим летом отправиться в путешествие или устроить какой-то отличный отдых, я думаю, что мы найдем себе занятие, будем готовить на кухне, будем радовать своих детей и свою семью. Сегодня у меня тоже рецепты летние и вкусные для всей семьи. Я сегодня запланировала два блюда. Одно – прекрасный обед для всей семьи. Подойдет и для детишек, которые остались дома весь день. Подойдет и для семейного ужина, когда вы все вместе накрываете стол и устраиваете трапезу. А еще я придумала такой легкий летний десерт. Вот, кстати, этот десерт можно приготовить вместе с детьми, и это лакомство им понравится. Но начнем мы с мяса по-французски. Только не смейтесь, это не простое мясо будет, а очень вкусный, очень удачный и уникальный рецепт. Нежнейшее мясо по-французски. Филе говядины, картофель, лук, майонез три желания, провансаль. Сыр, соль, перец, горчица, шампиньоны, растительное масло. Начну я с мяса, потому что это мясо мы не просто нарезаем, но для этого рецепта я вам рекомендую мясо немного промариновать. Тогда оно получится исключительным. Я беру филе говядины и нарезаем его небольшими ломтиками. Вы знаете, интересно, очень часто же женщина готовит так, как ее учили дома, да, допустим. Ну, поэтому и появляются какие-то семейные традиции. Вот у меня дома мама почему-то мясо по-французски всегда нарезала такими брусочками, как на бестроганов. И мне казалось, что оно готовится именно так. А пока однажды я не попробовала мясо, нарезанное пластинками. Причем пластинки были нарезаны так, побольше, такие небольшие медальоны или стейки. Оно было очень мягким. Вот, честно говоря, для меня прям вопрос, как оно приготовилось так, наверное, очень долго томилось. Было очень мягким и очень вкусным. Но я со временем решила, что традиции семейные – это хорошо, но можно от них спокойно отходить и придумывать какие-то свои варианты готовки. Моя мама до сих пор готовит это мясо, нарезав их толстыми брусочками. Собственно, как и картофель, она тоже режет так крупно. Я же готовлю вот, нарезаю вот такими пластинками. Люблю взять вырезку, мякоть, обязательно говядину. Мясо по-французски я готовлю только с говядиной. Так, смотрю, сколько мяса мне нужно, потому что у меня небольшая форма. Мясо так приготовили. Теперь я его выкладываю. Можно выложить на полиэтилен. У меня нарезано оно достаточно тонко. Раскладываю. Теперь очень слегка-слегка, совсем немножечко солим. Перчим и тупой стороной ножа отбиваем. Можно отбивать молоточком, но, друзья, это мясо настолько тонкое и такая вырезка свежая, что, я думаю, молоточек просто превратит в марлю это мясо. Мы справимся и с обычной тыльной, тупой стороной ножа. Легкими движениями отбиваем мясо. Мясо отбили. Теперь мы его замаринуем. Я его выкладываю на тарелку. Добавляю немного горчицы. Можно сделать маринад в отдельной чашечке. Можно сразу все вместе. Чайная ложка горчицы. Мясо важно замариновать. В этом и весь секрет моего вкусного мяса по-французски. И я добавляю в маринад майонез провансаль. Три желания. Идеальный майонез, идеальный вариант для маринада. Дело в том, что именно этот майонез обладает густой консистенцией, 100% натуральной. Этот майонез приготовлен горячим способом. А значит, он проходит пастеризацию. И в нем, естественно, только натуральные ингредиенты. Масло подсолнечное, масло горчичное, уксус, специи, сухое молоко и яичный желток. И вот именно этот состав и считается классическим. Поэтому этот майонез провансаль очень вкусный. И в нем нет никаких вредных ингредиентов. Так, и прям вот в тарелочке я продолжаю это мясо мариновать. Покроется сейчас каждый кусочек майонезом с горчицей. Вы знаете, если вы вот повозитесь для этого рецепта именно вот так вот с мясом, то мясо получается нежнейшее. Все, замариновали и оставили. На этом с мясом мы больше не возимся. А теперь делаем остальные слои. Это лук, грибочки и картофель. Сейчас мы его будем готовить совершенно иначе. Я сейчас возьму терку. Используйте обязательно молодой картофель. Так как мясо у нас получится нежнейшим, то и картофель я хочу, чтобы эта прослойка была нежная. Можно нарезать тонкими колечками, но у меня есть идея получше. Молодой картофель я помыла содой и щеточкой. Соответственно, я хочу его использовать с кожурой. Полезнее и вкуснее. Натираю. И в ход у нас пойдет не один картофель. А на вот такое количество мяса молодого картофеля где-то 5 клубней. Картофель готов. Заливаю его водой комнатной температуры. Вода питьевая. И даю постоять несколько минут. Так мы уберем лишний крахмал. Так. Лук. Доску меняем после мяса. Работаем на другой доске. Берем чистый нож. И нарезаем лук полукольцами или кольцами тоненько-тоненько. Готово. Грибы. По желанию, но именно в этом исполнении, в этом варианте мяса по-французски, они как нельзя кстати. Нарезаю пластиночкой такой вот. Все зависит от формы запекания. Но нам, если любите очень грибы, можно проложить слой потолще. Но здесь грибы это не основное. Просто это, знаете, как некое украшение блюда. Нарезали. Замечательно. Теперь начинаем выкладывать. Ну, у нас еще не все готово, конечно. Беру форму для запекания. Вы для семьи возьмете форму побольше, я знаю. Наливаем растительное оливковое масло. Я не наливаю много. Разгоняем. И выкладываю первым слоем лук. Это будет луковая подушка. Сочная, томящаяся. Если хорошо будет работать духовка у вас, то и такая будет поджаренная в конце уже. Пропеченная, так правильнее сказать. И идеальный вариант для мяса. То есть у нас мясо не будет сохнуть на горячей поверхности, а будет томиться в луковом соке. Далее я выкладываю слой мяса. Равномерно распределяем. Следом можете выложить лук, если хотите, чтобы блюдо было посочнее. Но мне уже лука достаточно будет, я выкладываю грибы. Также ровняем. Я беру маленькую-маленькую щепоточку и слегка присаливаю грибы. Я не могу даже сказать, что я их посолила, просто слегка-слегка присолила. А вот он и картофель. Он постоял. Я сливаю воду. Так. Хорошо отжимаем. И выкладываю картофель сверху. Отлично. Здесь тоже немного соли. И теперь завершающий штрих. Сыр. Конечно же, он всегда идет во всех рецептах. Выберите сыр, который хорошо плавится. Возьмите хороший кусочек и натрите его тоже на крупной терке. И в натертый сыр мы сразу добавляем майонез. Три желания. Обратили внимание, что я майонез добавляю не на каждый слой, как делают некоторые. А добавляю только на нижний слой. То есть у нас маринуется мясо в майонезе. И на верхний слой. Это блюдо может быть не только просто обеденным вариантом. Оно может дозанять абсолютно достойное место на праздничном столе. И летом это достаточно сытное блюдо. Понравится и гостям. Вкусное мясо, нежнейший картофель, хрустящая, потрясающая майонезно-сырная корочка. Вот что вас ждет. Теперь выкладываем. Шапочку ровняем. Мясо по-французски готовится при температуре 200 градусов. Я думаю, что для именно этого варианта, где натертый картофель, промаринованное мясо, это оптимально. Ну, возможно, если у вас будет толстые брусочки мяса и крупно нарезанный картофель, то здесь можно 220. И готовится оно около 40 минут. Посмотрите, как только подрумянится вверх, увидите, что хорошо пропекся низ. У меня в стеклянной посуде это вообще хорошо видно. А поймете, что можно вытаскивать. Будем ждать, но ароматы будут по дому просто бесподобные. Поэтому готовьте сразу заранее, чтобы вовремя подать к столу, потому что слюнки будут бежать у всех. Пойдемте готовить. Поставим. Нежнейшее мясо по-французски. Мясо я нарезала небольшими тонкими ломтиками, посолила, поперчила и отбила. Выложила на тарелку, добавила горчицу, майонез, перемешала и дала постоять. Картофель натерла на крупной терке, залила водой. Лук нашинковала полукольцами. Грибы нарезала пластинами. Форму смазала растительным маслом. Далее выложила слой лука, затем слой мяса, затем слой грибов. Слегка присолила. Картофель отжала от воды и выложила поверх грибов. Посолила. Сыр натерла на терке, соединила с майонезом, перемешала и выложила в форму верхним слоем. Равномерно распределила. Запекала нежнейшее мясо по-французски, заранее разогретой, до 180 градусов духовки. Запекала я 40 минут при температуре 200 градусов. Мясо по-французски готово, но я обещала вам вкусный летний десерт, который понравится и взрослым, и детям. Этот десерт действительно летний, потому что вы можете готовить его с любыми фруктами. Мы будем готовить бананы и яблоки в карамели. Я взяла самый простой набор фруктов, бананы и яблоки, потому что круглогодично они продаются в ларьках, даже возле дома, в овощных ларьках. Но на самом деле мы можем готовить и грушу, и, ну, я думаю, персики, только не очень мягкие, а персики, которые пока еще не до конца созрелы. Можно попробовать приготовить очень сладкий абрикос или чернослив. Чернослив получается тоже таким вот, ну, специфическим, вкусным. Я пробовала. Кроме того, если вы любите, скажем, тыкву, то в сезон тыквы можно также по этому рецепту приготовить тыкву. У нас простой набор, как я уже сказала. Для начала мы готовим тесто, потому что это фрукты прежде всего в кляре. Тесто должно немножко постоять, я займусь им в самом начале. Мука, яйцо, щепотка соли на яйцо и где-то 100 миллилитров воды. Все это взбиваем. Хорошо, хорошо разводим тесто. Тесто получается очень незамысловатое, простое, то есть такой простейший кляр. Не жидкое, но вот стекает острой капелькой. То есть консистенция и не густая, ложка не стоит в этом тесте, но и при этом оно не льется сильно жидко, как тесто там на блины. Так, тесто убираем в сторонку, оно должно постоять, поэтому я делаю его самым первым. Далее, не спешите с фруктами, возьмем кунжут. Кунжут сейчас мы быстро обжарим, если он у вас не жареный. Бывает, что можно купить сразу жареный кунжут, но обжаривать его на сухой сковороде буквально это займет там у вас минутку. Следите за кунжутом, важно его помешивать, одну минуту уделите этому, но зато кунжут не сгорит. Как только он начинает менять цвет, вы просто его перемешиваете, горит он очень быстро, поэтому будьте осторожны. Думаю, все, достаточно. Хотела варить карамель в сотейнике, но чтобы вам было виднее, оно, мне кажется, удобнее будет. Я сварю его тоже в этой же сковороде. Так, с карамелью разберемся попозже. Кунжут готов. Берем нож для фруктов и нарезаем. Важно, чтобы фрукты были плотные. Можно использовать фрукты с кислинкой. не обязательно очищать от кожуры, но если хотите, можно. Я абсолютно спокойно отношусь к, например, к кожуре в пирогах, в шарлотке, в яблочном пироге. Мне он даже нравится. Хотите, можете очистить, тогда яблоко будет нежнее. Вот у нас яблоки и банан. Банан тоже можем нарезать такими вот удобными брусочками. Тесто у нас готово. Фрукты погружаем в тесто. Перемешиваем. Готово. Теперь нам нужно будет разогреть посуду, где будем мы жарить фрукты сначала в кляре. Один важный момент, друзья. Кляр, естественно, требует большого количества жира, чтобы его много не впиталось. Мы, во-первых, выложим все фрукты потом на салфетку, ну, а во-вторых, масло должно быть максимально горячим. И я это буду делать прямо в такой высокой посуде, чтобы было удобнее. Ставлю толстодонную кастрюлю. Это может быть казанок или сковорода с высокими бортиками. И готовлю я сегодня в LG Studio. У меня LG Studio варочная поверхность. Соответственно, здесь есть отличная функция. На сенсорной панели я выбираю нужную мне зону и выбираю функцию Power Boost. эта функция позволяет максимально быстро нагреть ту зону, которая вам необходима. Например, если вам нужно что-то быстро вскипятить, сварить, или чтобы закипела вода, или чтобы прогрелось масло, буквально за мгновение поверхность, посуда прогревается. И еще один важный момент. У LG Studio есть сенсорное управление. Вам не нужно нажимать плюс или минус для того, чтобы выбрать нужную температуру. Достаточно провести одним движением, просто пальцем легко провести по панели и уже можно определить и выбрать ту температуру, которая вам нужна. Видите, все так просто. Наливаю масло. Масло придется налить побольше. Мне понадобится чашка, куда я буду выкладывать фрукты. Порционно в тесте выкладываю фрукты. Буквально за мгновение фрукты прожарились. Выкладываем на салфетку. Теперь варим карамель. Снова разогреваю сковороду. На горячую сковороду высыпаю сахар. Добавляю воды. и буквально чайную ложку уксуса. Перемешиваю. И как только карамель потемнела, она будет еще жидкая, потому что горячая, но застывает моментально. Мы берем ложку. Вот карамель нужно пожалуйста аккуратно, без детей. И поливаем фрукты. Карамелизируем их. И теперь пока все еще горячее, посыпаем кунжутом. карамель моментально застывает, имейте в виду. Все, десерт готов. Дети будут отламывать, карамель будет хрустеть, под корочкой карамели будет нежная, мягкая. Кстати, это получается немножко такое тягучее тесто. И совершенно мягкие фрукты, сладкие фрукты. У нас все готово, время накрывать стол. Бананы и яблоки в карамели. Муку, яйцо, соль, воду я соединила, перемешала и дала постоять. На сухой сковороде обжарила кунжут. Бананы и яблоки нарезала крупными кусками. В тесто погрузила фрукты. В глубокой посуде прогрела масло и обжарила фрукты в тесте. У меня получились фрукты во фритюре, поэтому я их выложила на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Далее в сковороду высыпала сахар, ввела воду, уксус и проварила до темного цвета карамель. Готовой карамели заправила фрукты и украсила кунжутом. Мясо по-французски сейчас я выложу на тарелку и вы увидите, как оно выглядит. Очень красиво, нежно и сочно. Кроме этого, видите, как эффектно смотрится, казалось бы, простой десерт. Фрукты, жареные в кляре под карамельной корочкой. Но, я уверена, это понравится всем. И потом, для разнообразия, когда ничего нет дома, очень быстро и просто можно приготовить вот такое вот угощение к чаю. Ну, а чай сегодня у меня Earl Grey от Ahmati. Earl Grey это как раз-таки один из утонченных сортов цейлон и цитрусовые нотки. Представляете, какое сочетание? Компания Ahmati никогда не ставила свои коммерческие амбиции превыше натурального, настоящего качества чая. И вся команда трудится именно для создания новых купажей исключительных вкусов и для того, чтобы нам представить лучшие сорта самого вкусного чая. Я с удовольствием попробую этот десерт и выпью Earl Grey бодрящий и в то же время успокаивающий. Я думаю, что начинать нужно день именно так. Друзья, я желаю всем вам хорошего аппетита, отличного настроения, позитива и самого лучшего лета. Какими бы сложными ни были времена, я желаю вам верить всегда в лучшее. Берегите свое здоровье, и мы обязательно с вами встретимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова